Вот я, допустим, еду, хочу поехать на курорт отдыхать. Чего я ищу там? Временное или вечное? Еду туда с целью благовестия, там какой-то пользы повести или с какой целью? Временной целью или вечной? Для Бога или для себя? Для кого я это делаю? Для Бога или для себя? Мы, христиане, не можем для себя делать что-то. Иначе мы каинами становимся. Второе. Сходится ли это с Священным Писанием, то, что я делаю? Так ли Библия говорит нам об этом? То есть, надо всегда сравнивать. И третье. Совесть моя, что говорит об этом? И четвертое. Будет ли это соблазн для кого-то? Когда на эти четыре вопросы ответишь положительно, тогда скажи «да, избираю», то есть «да, буду делать». Вот, мне кажется, вот это именно, собственно, вот тут, вот этими вопросами определяется, насколько верим и находимся. Это то же самое примерно, аналогично, как ты говорил и часа, Игнатий Тихонович, или зачитывал, не помню, Игнатий Тихонович прилагал священникам сесть за стол, чтобы он написал все, что он делает за сегодня, и потом разложил по полочкам, где сходится с Библией, да, вот примерно аналогию можно провести. Да, 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 да. Вот то, что сегодня говорилось как раз. Именно расписать по полочкам и сравнить с Библией. Но это на четыре вопроса ответить, это более развернуто, конечно, более полно. Да, 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 да. И вот надо еще проверять всегда, чем руководствуемся, вот я в данный момент, то есть чем, чувствами своими или чем-то другим, то есть или верой. Потому что, ну, часто руководствуются чувственными, и начинаешь читать Слово Божие, и думаешь, ничего себе, ты одно чувствуешь, а там другое совершенно написано. И надо себя смирять под то, что написано. Потому что, ну, вот, допустим, живешь, да, в мире, тебе все вокруг-то говорят обратное от того, что ты считаешь Слове Божьим. Точно противоположно. Ну, к примеру, даже с той же бородой. Просто, к примеру, тебе просто твердят все вокруг. То есть дух такой прям, атмосфера такая, которая тебе дает такое ощущение, что ты, как бы, неправ. Ну, ты открываешь Слово Божие, и тебе Господь говорит, ты прав. Ну, то есть. И ты что изберешь-то? И тут ты вынужден верой только идти. Вот этот Кирилл Казанский, такой священномученик, которого загноили, он, кстати, должен был быть патриархом, но он не принял вот это сериал-серегианство, и он с КГБ не договорился. И в итоге его загноили в тюрьме. И у него был такой случай. Жития Харина читал. В советское время было, когда этот крещение, праздник крещения, купаться, там была какая-то палочка. В общем, в реках какая-то там. В общем, можно было заразиться, заболеть эту палочку. И запретили вообще во всех реках там делать вот эти купели. А он не стал слушать власти, и он сказал, что все, что не от веры, то не от Бога. И так и крестил и в этом озере. То есть, его освящал. И все люди, кто там у него это делали, те никто не заболел. То есть, он верил, он знал, что это божественное, оно выше. Но его загноили в итоге в тюрьме. То есть, вот так вот. Так вот, интересно. Да, на причастие подходим все с одной ложечки, сколько человек вкушают. И никто не знает, кто перед тобой больной или заразный какой-то. И об этом никто не думает даже. Да. А у меня вообще таких даже мыслей никогда не возникало. Я думаю, вообще... Ну, если ты это с божественной точки зрения смотришь, то какая может там зараза к тебе прилипнуть? Конечно, на всю волю Божью. Еще я хотела сказать, вот когда принимаешь крещение, вот, Вячеслав, мы принимали крещение, там был такой вопрос. Готовы вы ли себя очернить в лице других людей, да? Вот всегда люди подписываются, пишут, да. Вот когда кто-то их обидит или начнет что-то говорить им правду в глаза, то все сразу обижается. Сразу вы меня судите. Те же новокрещенные. То есть, уже видно, что не готовы себя очернить в лице других людей. Это вообще общая такая болезнь, которую просто надо лечить, как только можно. Это именно восприниматель, обличение, ну, обижаться на них. Это вообще... Целительно играет. Да все святые отцы говорят, вообще полностью все святые отцы говорят, что это самое лучшее, что бывает с нами в жизни. Это когда мы от кого-то получаем даже несправедливое обличение. Даже несправедливое. А мне нравится, это Игнатий Сихныч, по-моему, сказал, что вот если про тебя что-то говорят, это же не про тебя. Если к тебе не относятся, это не про тебя. Просто пропускаешь мимо ушей и все, как бы так. Это не про тебя, потом поносят или что-то говорят, это не про тебя. Ну, это тогда получается своего рода защита. То есть не принимаешь этого. Ну, если неправда, то что принимать-то это? Неправда, да. Ну да, если лгут, как правило, это так и есть. Поэтому... Если про тебя, то стоит прислушаться, наверное, и принять. Ну да, как обличение, конечно, стоит. Для пользы своей. Да. Ну вот, допустим, когда ты кому-то что-то скажешь, да, там, ну, обличишь как-то там, и те с карты осуждаешь. То есть тебя же обвиняют в осуждении в данный момент. И тут... А ты-то знаешь, чем ты руководствуйся в этот момент? У тебя цель, чтобы человек исправился. Ну, чтобы он услышал, это ты знаешь, что никак нет кого, он больше не услышит, кроме тебя-то. Но тебя обвиняется в том, что ты осудил, ты осуждаешь. Ну, это вот, явно же принимать, что это, принимать что-то надо. Когда ты знаешь, что ты не осудил человека, ты за него молишься постоянно, хочешь, чтобы он спасся. Какое осуждение-то это? То есть, нельзя принимать. Или говорят, ты там, в гордости, там, в прелести. Ну, ты, понятное дело, что гордость, прелести есть. Но в это вкладывается то, что ты отстала, то есть не говорила этого. Типа, ты в прелести, поэтому ты это говоришь. И надо вот это четко разделять. То есть, когда он говорит, в гордости, в прелести, ну, надо это в себе действительно знать. что это есть. Но то, что он имеет, в это вкладывает, чтобы ты вот это не говорил, это надо, естественно, не принимать, потому что это... То есть надо с рассуждением подходить ко всем вопросам. Без рассуждения нельзя ничего не отвергать, не принимать. Там, я слышал такой момент про святого одного, такой был рассказ, что монах, да, к нему пришли братья, и его начали обвинять в разных... Может, кто-то слышал об этом. Начали обвинять его там, ты прелюбодей? Он говорит, да, братья, молитесь за меня. Он говорит, ты там убил человека, да, братья, помолитесь за меня. Сказали ему, то слышали, что ты еретик? Он сказал, нет, я не еретик. А почему? Потом спросили. Он сказал, ну, потому что это... Меня это делило бы от Бога, или как... Я не помню, может, кто-то слышал, кто-то лучше расскажет точно, как там было. Да, да, да. Вот. Ну, то, что отделяет от Бога, смысл в том, что отделило бы его от Бога в том, что ему, ну... Вот, в этом, в этом я, ну... Это не я, то есть, в этом только он защищался, а в остальном во всем он принимал поношение, потому что, да, потому что это ему полезно. Причем принимал поношение, потому что это соответствовало с Библией, там ссылки везде, ну, он ссылается, я сейчас точно не помню, но у него ссылки есть. Ну, так, братья, давайте, мы уже час пятьдесят два, давайте помолимся и закончим на сегодня. Хорошо, сегодня побеседовали. Слава Богу. У кого есть желание помолиться? Кто еще не молился? Так, вопрос. Вот Георгий, пусть и молится, он последний говорил. Да, давайте, пусть он помолится. Сейчас я только начну. Мне тяжеловато даются молитвы еще от себя, но отказываться не буду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне пресно и вовеки веков. Аминь. Достойный всякого истинного Божитого Богородица, пресноблаженную и пренепороченную и Матерь Бога нашего, честнейшую хирургин и славнейшую, без сравнения серафим, без истения Слова, Богородшую, сущую Богородицу, Тебя величая. Молитесь. Спасибо, Господи, что дал нам жизнь на земле. Спасибо, Господи, что дал прожить нам этот день. Спасибо, Господи, что собрал нас во свете Святой Библии. Помог, дал Духа нам участвовать в этом занятии. столько приобрести братьев и сестер. Господи, Господи, расширь границы этой общины. Всели в нас любовь к Библии. Всели в нас веру Божью. Аминь. 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 Благодарю всех. Спаси, Христос. Аминь. Аминь. Спаси, Христос, братья. Братья, по поводу спасибо хотел сказать. Я недавно рассматривал. Тоже отцу ему говорил. Спасибо. Смотрите, как устроено. Да, спасибо. Это же спаси Бог, по сути. Ну, вот это. Нет, спасибо. Там нету последней буквы Г. Вот именно. Что как бы спаси Бог Г. Должно быть-то там Г. А взяли и обрезали. И обрезали не просто, а обрезали Бога на одну букву. То есть это произносить слово-то лучше не произносить. Лучше говорить Спаси Христоса или Благодарю. Поскольку это там иначе оно заключает в себе обрезание Бога. Обрезание просто. А это не случайно, мне кажется. Да, возможно, смысл какой-то тут и заложен. Потому что так-то ведь спаси Бог должно быть, по сути. А я это слышала в собраниях. Наверное. А я слушала мессианских евреев, они, которые из Советского Союза, сейчас живут в Израиле, да? Они принимают Иисуса Христа за Бога. И они говорят, что вот в русском языке до того, как она приняла христианство, вот это вот спасибо у них всегда. Они говорят, они не говорят благодарю. У них всегда, у них не спаси Бог, а вот это вот спасибо, спасибо всюду у них. А они же там это, молятся и на русском, и на еврейском, да? И вот он это говорит, что вот это слово, да, это языческое слово, оно совсем не выражает благодарность Богу. То есть, если у них говорится спасибо, да, то есть благодарю, я даже не могу это слово произносить, у меня всегда благодарю, у меня дети тоже так же научены, то оно не выражает благодарность Богу, выражает благодарность другому Богу, то есть этому мирскому, который здесь овладел этим миром то есть они это понимает и знает который с маленькой буквы просто спаси господи можно говорить конечно спаси господи спасибо христос и бога ладно братья благодарим благодарю всех даже уходь даже отходить не хочется хорошо пообщались они звоню на молитву